Друзья, ну а я всех приветствую. Давайте начнем с каких-то азов для работяг, которые должны знать каждый из себя уважающий трейдер. Как вы понимаете, самая суть нашего с вами трейда зачастую заключается в том, что мы берем определенные скины, заранее мы сняли для себя где и насколько дороже мы сможем их продать. А разницу начальной и конечной цене это и будет наш доход. Ну а самый простой вариант самой классической схемы это таблицы. Все, это база. Большую часть работы при верной настройке они сделают уже за нас, а нам же остается выбрать наилучший скин для круга трейда. Ведь мы не забываем, что если работаем, например, со скинами из Counter-Strike, то нас ждет как минимум 7-дневное ожидание лишь в одну сторону для перекидывания барика. Если, конечно, мы не решим продать скин конкретно самому стиме. Давайте я покажу вам, как настроить табличку правильно и минимизировать риски, подобрать плохой вариант. Я покажу вам пример на этой табличке, но вы сами выбирайте, какая вам нравится больше. И существуют и другие. Каждый дону по-своему имеет небольшие отличительные черты в функционале. Тут смотрите сами. Смысл и суть у всех одинаковые, и основные настройки, по которым вам будет комфортно работать, тоже плюс-минус одинаковые. Но если оно вам надо, мы можем с вами в будущем поговорить из-за настройку остальных табличек. Отпишите об этом в комментариях. В профилях таблички можно сохранить настроенный вами вариант поиска скинов. На выбор, как вы понимаете, даются различные игры. Захотели перекинуть сайта на сайт? Тогда возможно вам нужен раст. Для самых скилловых в этом плане существует Team Fortress, Dota 2, но и Contra. Обговорим мы сами фильтры. Здесь вы можете убрать то, что вам не нужно. Например, сувенирки и стикеры. Они вам озолят глаза? Да не вопрос. Итак, во вкладке Первый сервис выбираем откуда будем брать шмот. Если в соседней с ним вкладке вы выбираете автобай, то возможно вам придется подождать покупки выбранного вещи. Но зато проценты будут более вкусные. Ну и ставим цены для поиска. Какие вам необходимы? Вы можете убрать ширп, что мозорит глаза, из которого вы не хотите возиться. И поставить максимальные рамки по сумме, что позволительно для вас, при поиске подходящих скинов. Ну а количество ставьте как минимум один, чтобы не работать с тем, чего нету на сайте. Во втором сервисе выбираем то, куда хотим перевести скины. И если это будет обменник, то нам обязательно нужен вариант депозит, чтобы минимизировать свои ошибки по завозу баланса. А еще я в рот ебал тригит и его неправильно оценка скинов по Расту. Цены и количество нам в принципе не интересны. Но это если, конечно, мы не в курсе за лимиты скинов на выбранном сайте. Но наверху есть спасительный сервис. Сервис продаж. Который поможет нам определить предметы, которые имеют хоть какой-то спрос на рынке. В большинстве случаев нам пригодится Steam. Но также здесь есть и некоторые другие сайты на выбор. Тут уже больше вопрос о том, с чем вы собрались работать. Ну и чем дороже шмотки для вашего поиска, тем, конечно, ниже минимальное количество их продаж. Главное совсем не перегибать, чтобы не натыкаться на неликвид. А так, пробуйте. Жмем на всякий случай кнопочку «Обновить» после всех настроек и сортируем по прибыли, если оно необходимо. Для тех, кто все еще задается вопросом «А в чем прикол?», то я поясняю. Мы зарабатываем на разнице в процентах. И это, кстати, значит, что нам нужно обязательно будет узнать проценты перевода баланса и в обратную сторону. Чтобы понимать, что действительно стоит набрать для перекидывания сайта на сайт. Например, завоз у нас будет плюс 25%, а вывод уже в минус 10. Значит, чистыми, когда мы закончим полностью круг, с вами получим около 15%. Поясню нюанс, который играет важную роль в подборе скинов. Доверяй, но проверяй. Нам нужен ликвид, и желательно тот, что не проседает цене или не бустится здесь и сейчас. А значит, мы должны проверять, за сколько действительно уходит скин там, куда мы его решили закинуть. И всегда держите на уме страховочные пару процентов, которыми вы готовы будете пожертвовать в случае чего. При таком перекинувании шмоток. Так, сами понимаете, человеческий фактор никто не отменял, да и нас могут поджидать апдейты в виде нового кейса, операции или просто распродажи в самом стиме. И если вы заранее продумаете свой план реализации набранных вами скинов при подобных моментах, то дискомфорта все эти неожиданности вас в проблении вызовут. А у меня всё, и теперь иди, юный падаван. Процентики не ждут.